Быть как все. Как адаптировать ребенка с диагнозом аутизм к жизни в обществе. Эту проблему обсуждали на семинаре «Международный опыт организации системной помощи детям и взрослым с аутическим расстройством». Его провел руководитель Центра реабилитации инвалидов детства Игорь Шпицберг. Игорь Шпицберг – родитель ребенка-аутиста. Его сыну 29 лет. Он получил образование и сейчас работает программистом. Главное – вовремя начать социальную адаптацию и коррекцию. Это поможет спасти ребенка от глубокой инвалидности. Сейчас вопрос звучит таким образом. В Российской Федерации происходят очень серьезные изменения в направлении принятия людей, имеющих те или иные формы инвалидности. Это невероятно важно, потому что, конечно же, в Российской Федерации живут разные люди, граждане Российской Федерации. Некоторые из них имеют те или иные особенности развития, ограничения здоровья и нуждаются в специальных условиях для того, чтобы они могли жить полноценно, приносить пользу обществу и развиваться максимально возможно. Насколько это возможно для них. И сейчас, как вы знаете, у нас в государстве действительно очень много внимания уделяется созданию условий доступности. Игорь Шпицберг рассказал, что за 30 лет организация «Наш солнечный мир» превратилась в профессиональную общественную организацию, имеющую большой опыт в социализации аутистов. Это заболевание имеет большой спектр различных нарушений в развитии. Здесь помогают сурдологи, тефлографы и психологи. Если вовремя заняться реабилитацией, то можно либо вылечиться от заболевания, либо снизить влияние симптомов. Это огромный опыт наш отечественный. И надо его оценить и уважать. Ни в коем случае не надо думать, что у них там за рубежом они все умеют, а у нас там чего-то нет. На самом деле специалисты у нас прекрасные, ничуть не хуже. Просто мы должны брать лучший зарубежный опыт, аккумулировать лучший отечественный опыт и создавать вот такую систему максимальной доступности. В Чувашии есть собственный опыт работы с детьми-аутистами. В гимназии номер 5 реализуется проект «Я. Другие. Мир». Однако существует проблема отсутствия профессионально обученных специалистов. На встрече в общественной палате приняли решение, что необходимо создать рабочую группу на правительственном уровне, которая будет рассматривать вопросы реабилитации и социализации детей-аутистов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.